библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий добыкин мы с вами на библейском портале экзегет и мы с вами продолжаем читать вторую книгу маковеев сегодня 14 глава это предпоследняя глава в этой книге и она достаточно большая значит как мы читаем мы читаем по отрывкам по абзацам потому что как и любая книга библия и библейские книги написаны ну не сплошным текстом мы иногда привычно нам открыть библию там все сплошной текст или каждый стих начинается с новой строчки нет конечно же первоначально писали сплошным текстом но предполагается что будут какие-то абзацы и так спустя три года дошел слух до иуды и бывший с ним что димитрий сын селевка приплыв в пристань трипольскую сильным сухопутным морским войском и овладев страну умертвела тихо и опекуна его лисия ну давайте здесь разбираться кто такой димитрий кто такой селев кто-то контеку кто-то колесе ну иуда это понятно это конечно иуда маковейский значит кто такой димитрий значит никто такой селевка история там такая у антиоха епифана естественно был отец этого этого человека были сыновья кроме антиоха епифана и вот этого человека звали селевка димитрий это его сын то есть он получается родственник антиоха 4 епифана и родственник вот этого антиоха которого умертвели антиох епифан стал царем он умер и его преемником стал его сын который звали антиох 5 евпатор и опекуном то есть регентом был человек по нелеси вот димитрий же был другим сыном селевка и ну он как бы не имел права на власть как бы законно но в то же время все таки у него какая-то какие-то права были и поэтому он захватывает власть убивает антиоха антиох был мальчиком там ему было всего несколько лет 12 и естественно вот это ну назовем так традиция или династия которая шла от антиоха 4 епифана очень неблагочестивого царя гонителя иудеев и антиох епифан в библии сравнивается с антихристом или точнее антихрист сравнивается с антиохом епифаном вот и для людей живших то время конечно гибель детей или так вот не оставление потомков конечно было большим большим наказанием хорошо алким же некто бывший прежде первосвященником но добровольно осквернившиеся смутные времена размыслив что никаким образом нет ему спасения и нет доступа до священного жертвенника 151 году пришел к царю димитрий принес ему золотой венец и пальму и сверх того масличные ветви считавшиеся принадлежностью храма и в этот день алким ничего нет предпринял лучи же время вы бы приятную еду ему его безумному замысла когда он поздно был димитрием собрание совета и спрошен а в каком расположении находится настроение находится людей он сказал на это ну давайте здесь разбираться алким это один из людей которых по взятке захватил первосвященство у него были как бы условно права на первосвященство но то как он себя вел вот эти смутные времена то есть когда иудея была захвачена язычниками и в общем он себя сквернил то есть он потерял право быть первосвященником но он хотел иметь доступ к жертвеннику ну почему потому что первосвященство давала власть и деньги вот и для того чтобы вернуть эту власть он обращается демитрию и дарит ему дарит ему подарки и тут можно понять что эти подарки не должен был дарить потому что они были святыню ну и когда его приглашают на такой совет старейшин он начинает объяснять что происходит в иудеи так называемые из иудеев осидеи вождем которого был иуда маковей поддержит войну и воздвигают мятежи не давая царство достигнуть благосостояния ну здесь давайте иуда маковей его представляют что он воюет постоянно нападает поддерживает войну поддержит мятежи на самом деле иуда маковей не был вот как бунтовщиком ради бунта вся его задача все его цели были одни чтобы иудеям можно было жить в соответствии своим законам иудеи не были теми которые готовы были бороться там за свою независимость любыми способами нет они спокойно жили под властью других царей лишь бы их не трогали здесь упомянуты осидеи или как еще можно прочитать от слова хасидеи или их мы слышали слова хасиды но здесь нет связи с этих осидеи с хасидами которые возникли там в 17 веке осидеи или хасидеи это евреи которые очень стремились исполнять предписание закона это были миряне и вот эти хасидеи воевали за то чтобы у них было это право есть мнение что эти хасидеи потом трансформировались фарисеев хорошо посему я лишенный чести предков моих то есть священачалия пришел теперь сюда во первых искренне ради о том чтобы что он принадлежит царю во вторых имея ввиду своих сограждан и бе от безрассудства не названных людей немало беда весь рот наш ближе царю слышал об этом попекись о стране и богатю на роде нашим подоступно для всех человека любит ему доселе остается иуда не может быть спокойствие он говорит о том что я имею право на священноначалием да да действительно там есть возможность ему было получить священноначалия хотя так условно но здесь какая история значит давайте убьем иуду и тогда проблем в государстве не будет и как бы такой смысл подается ну как если иуда не будет тот царь ты сможешь водить эти эллинские обычаи и в царстве будет покой там же все с чего началось антиох епифан начал водить вот эти обычаи чтобы создать один народ чтобы народ его государства поклонялись одним богом и тем самым они будут вместе вот хорошо когда же это было сказано им прочие советники имевшие неприязнь к иуде еще более возбудили димитрия он-то час призвал никонора заведующая слонами и назначил начальника иуде и послал его дав приказание чтобы иуду иуду умертвить сообщников рассеять алкима же поставить первосвященник великого храма тогда язычники бежали как из иуде от иуды толпами сходились никонор в надежде что несчастье беды людей сделают их благоденствие ну давайте здесь разберемся значит у иуды конечно уже есть слава среди язычников и его ненавидит потому что он действительно побеждает удачный воин вот и решают убить иуду чтобы постепенно истребить всех иудеев иудеи же можно было истребить не только физически но сделать их язычник когда они ничем и не отличались от других народов и как народ они бы исчезли и вот назначают никого никонора который заведовал слонами но это не надо представлять его скотником или там зоотехником никонор это человек который командовал тем разделением в сирийской армии которая состояла из слонов слонов было несколько десятков это было очень мощное оружие ну и понятно что обычного человека там простого человека без талантов не поставят туда вместе с никонором на войну отправляются еще эти язычники которые были изгнаны из иудеи да действительно после того как иуда захватил иерусалим и храм он выгнал иудеев которые приняли язычество либо тех язычников которые пришли и стали там жить людей же услышав походе никонора и присоединение к нему язычника посыпали голову землей и молились тому который от века установил народ свой и всегда видимо защищал удел свой по повелению вождя своего они поспешно поднялись оттуда и сошли с ним при селении десау симон симон брат иуда вступил в бой с никонором но вскоре при внезапном уступлении противника потерпел небольшое поражение ну давайте здесь разбираться посыпали голову пеплом это признак величайшего смирения величайшие молитвы то есть вот мы настолько скорбим настолько нам тяжело что мы как бы умираем вот как на голову мертвеца сыпется земля так и на нашу голову сыпется сыпется земля значит здесь отсылка к тому что бог обещает взять евреев свой удел то сделать евреев своим народом и защищать этот народ если иудеи будут исполнять его предписание и вот они сходятся при неком селении десау что это заселение ну не особо можно определить и когда мы читаем священное писание каждый город не каждое место мы можем точно узнать увы прошло много времени и поэтому есть сложно сложности симон увы тоже проигрывает ну вот ну правда автор говорит что терпит небольшое поражение вот вроде бы никонор победил но с другой стороны он не хочет то особо воевать потому что слышав что храбрость какую храбрость имели находившиеся сауды и какую отважность битвы за отечество побоялся решать дело краб пролитием ну понятно что да может быть и удастся победить ну сколько он там народа положит и и к чему это приведет его задача чтобы евреи не бунтовали признавали власть царей селевкидов посему послал поседония феодота и матафию заключить с иудеями мир ну поседоний феодот это у нас явно греки а матафия это явные евреи потому что матафия это еврейское имя после долгого рассуждения о всем и когда вождь сообщил о том народу состоялось и наношенное мнение и они согласились на переговоры и назначили день в которые бы сошлись их их вместе наедине и когда он наступил поставили для каждого особое седалище иуда же поставил удобных местах вооруженных людей готовность добра врагов внезапно и последовало какое-то злодейство имели они мирное совещание ну вождь который здесь упомянут это конечно же у нас иуда маковей что они решают значит найти какое-то место встретиться в этом месте в неком отдалении одного войска другого и обговорить условия мира конечно не конор отправили на это но не конор все-таки не глупый человек не просто так его сделали начальником слонов никонор же пробыл в иерусалиме несколько времени и не сделать чего неуместного и отпустил собранный народ он постоянно имел миду с собой душевно расположился к ним к этому мужу убедил его жениться чтобы рождать детей и иуда женился успокоился наслаждался жизнью я повторюсь что никонор ведет себя очень прилично он не оскверняет храму не ведет себя нагло почитает иудейские обычаи ну и общается суда и видит какой иуда человек ну и что он хочет он хочет чтобы был мир мир предполагает подчинение царю но для этого нужно идти на некоторые уступки и эти уступки не нравятся другим никонор вернемся немножко назад никонор там уговаривает иуду жениться ну как бы иуда женился там успокоился начал там вести более мирные мирную жизнь ну понятно что человек который есть жена и дети так просто по горам бегать тоже не суки значит алким виде что там происходит естественным это не нравится алкиму нужно вернуться к власти а иуда ему это не даст и иуду никто не собирается побеждать и убивать потому что между никонором и иудой наступил мир а ким же видя взаимные друг друга расположение и состоявший между ними союз собрался с духом пришел к димитрию и сказал что никонор имеет враждебное для царства намерения ибо назначил уду злоумышленника против царства своим преемником ну здесь данном случае преемником скорее всего имеется виду помощником и какое какую мысль захватить власть захватить царство ведь сам-то димитрий захватил власть и соответственно как он может бояться что то же самое произойдет и с ним царь разгневанный и раздраженный этими клеветами злодея писал кника на рубра и выражаешь что ему тяжело переносить такой договор и приказал то че же прислать маковея в антиохию в оковах антиохии это столица селевкидской державы царь требует маковеев ну понятно что алким просто видите как последний негодяй когда у узнав об этом никонор то смутился огорчен быв тем что должен был отвергнуть установлен союз человек который не сделал ничего несправедливого там действительно так восстание не против как таковой власти она восстание против религиозных гонений но как нельзя было против царю то он выжидая благоприятный случай исполнить этой хитростью маковей же заметил что никто начал ходить с ним суровее и обычно встречал стал грубее заключил что не от доброго происходит суровость и собрав немало число и находившись при ним скрылся от никонора возможно бы дальше что описывается в этой книге не происходило но увы это произошло значит когда последний узнал что иуда искусственно предварила его хитрость то пришел великий святой великий святой храм когда священник приносили установили жертвы и приказал чтобы они выдали того мужа когда же они склятые говоря что не знают где находится того тот кого он ищет то он простейший правку руку на храм поклялся сказал если вы не видеть имею да связано то этот храм божий сравняю землею раскопая жертвенник и воздумать здесь славный храм дионису ну здесь страшная клята он протягивает руку как бы к храму говорит я клянусь клянусь что вот на этом месте который вы видите будет храм диониса вот почему потому что священники не отдают не отдают иуду иуда почему он ищет его в храме давайте вспомним из какого колена происходил уда происходило колено леви он был священником поэтому понятно почему его ищет в храме конечно чаще всего мы иуду понимаем как просто воина но на самом деле он священник хорошо сказав это он удалился священники же простираю руки к небу моляли всегдашнего защитника народа нашего и говорит и господи не имея ни в чем нужды боговолил храму сему быть местом твое обитание между нами и ныне святые господь всякой святыни сохрани на веки не сперни не сень недавно очищен дом и загради устой неправедных ну давайте здесь разбираться здесь молитва бог называется защитником народа да бог обещал защиту евреям если они исполняют его предписание в данном случае евреи действительно исполняет все предписания господа и священника когда вот так молятся обращаются к богу они могут надеяться что господь им ответит господь не имеет ни в чем нужды там можно по-разному перевести но давайте будем следовать синодальному переводу я читаю конечно по синодальному имеет ли господь в чем-нибудь нужду ни в чем как дух он не ест и не пьет как абсолют он не нуждается в чем-то в том числе и в наших молитвах и поэтому действительно господь не имеет ни в чем нужды даже когда он создавал людей и создавал мир это не потому что ему это было нужно создать или вот как без созданного мира он не был бы богом творцом или создавая людей ему не хватало бы того тех кто его бы прославлял нет люди люди богу желанны но он их создает не потому что он в них нуждается дальше говорится о том что храм становится местом обитания бога конечно бог который везде присутствует и который куда если так попробовать использовать какие-то физические характеристики размеры то конечно бог больше 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 всего этого мира и естественно бог не может вместиться в какой-то храм но храм нужен для людей чтобы они приходили к богу и чувствовали его присутствие поэтому храм становится местом обитаниям и что про студии сохрани этот храм не осквернен и почему он только недавно была чищен прошло всего несколько лет сохрани его чтобы храм вновь не превратился в языческое капище читаем дальше и здесь рассказывается история человека который готов был пойти на смерть но только не оскверниться никонор уже указали на некогда разиса из иерусалимский старейшин как на друга граждан имеющий весьма добрую славу и за свое доброжелательное прознан отцом иудеев ну он сам был иудей хотя вот имя разис это имя которое не встречается больше всего написания и более того даже такого еврейского имени нет он пришедшие смутные времена стал на стороне иудейства и со всем усердием отдавал за иудейство и тело и душу ну были гонения и вот этот разис он не отступал и не приносил язычки жертвы не ел идоложертвенно никонор желая показать как он имеет ненность против людей послал более 500 войну чтобы схватить его ибо думал что взяв его причинит им несчастье когда же толпа хотела владеть башни и врываясь ворота двора уже приказано было принести огня чтобы зажечь ворота он в неизбежной опасности быв захваченным пронзил себе мечом ну то есть этот разис желая лучше доблесть намереть нежели попасть руки беззаконников и недостойно обещать своего благородства но как удар оказался поспешность неверен а толпа уже вторглась двери то он отважно вбежав на стену мужественно бросился с нее на толпу народа когда же стоящие поспешно расступились и раз осталось тупую пустое простанта то он упал сиди на чрево дыша еще сгорает негодование несмотря на лившуюся ручьем кровь и тяжелой раны встала пробежав сквозь толпу народа остался на одной крутой скале совершенно уже истекая кровью он вырвал у себя внутренности взяв их обеими руками бросил в толпу и моля господа жизни духа опять дать ему жизнь и дыхание кончил таким образом жизнь ну такое достаточно жуткое описание человек который не хочет попасть в руки язычникам которые могут его мучить и склонить каким-то недозволенным вещам он готов закончить жизнь самоубийством но раз за разом это не происходит вот этот отрывок на этот отрывок обращали внимание святые отцы и так размышляли а возможно возможно ли самоубийство то что здесь конечно описывается самоубийство ну и как бы обращаясь к этому отрывку не говорили нет самоубийство не позволительно здесь просто описывается то что произошло с этим человеком не дается такая положительная характеристика однако у этого на человека который убивает себя он просит господа чтобы бог его воскресил дать ему дыхание дать ему жизнь и дыхание то есть он верит воскресение мертвых здесь конечно очень так немного говорится об этом но это свидетельство о том что евреи в то время а это второй век до рождества христова уже вовсю и все верили в воскресение мертвых хорошо мы с вами прочитали 14 предпоследнюю главу второй книги маковеев меня зовут дмитрий беджи добыкин спасибо за внимание мы были на библейском портале экзегет всего доброго до встречи